Китайский национальный праздник Восточного Туркестана не была совершена праздничная молитва Курбан-Байрам. В рамках политики по ассимиляции народа Восточного Туркестана китайские власти запретили использование мусульманских имен. В частности, запрет коснулся имен Мухаммад и Муслима. Сразу после принятия закона имена ульгуров и других тюрков были заменены на близкие по смыслу китайские. По последним данным, несмотря на то, что на удостоверение одного из жителей Восточного Туркестана в графе «Национальность» было написано «Уйгур», его имя было изменено на «Джао Шаули». Делегация Всемирного Уйгурского Конгресса во главе с исполнительным директором организации Омером Канатом посетила Министерство иностранных дел США. Представители Всемирного Уйгурского Конгресса проинформировали Государственный департамент США о нарушении прав человека, культурном геноциде, ситуации с религиозной свободой и других ограничениях в Восточном Туркестане и призвали американское правительство оказать помощь в предотвращении беспредела китайских властей. Ришат и Рушан Аббас осветили вопрос слежек, тотального контроля, гонений и пыток в лагерях политического перевоспитания. В свою очередь Омер Канат предложил американским чиновникам несколько действенных методов борьбы с произволом Коммунистической партии Китая. Министр обороны Индии Раджнат Сингх заявил, что в ядерной политике Индии, гарантирующей, что Индия не станет первой применять ядерное оружие против какой-либо страны, могут произойти изменения. С другой стороны, премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудил с президентом США ограничения, введенные Индией в Джамму-Кашмире и текущую обстановку в регионе. Нью-Дели тщательно контролировал свою политику в отношении применения ядерного оружия, но пригрозил изменить ее в случае сохранения напряженности в отношениях с Пакистаном. Внимание всего мира приковано к двум ядерным державам, конфронтация между которыми началась с отмены 370-й главы Индийской Конституции, предоставляющей Кашмиру статус автономии. По меньшей мере, 4 человека погибли и 15 получили ранения в результате взрыва в одной из мечетей Пакистана. Источники сообщают, что самодельная взрывчатка была установлена под кафедрой для проповеди до начала пятничной молитвы. На место происшествия были переброшены саперы, силы безопасности оцепили район мечети. Народное движение против китайской интервенции в Гонконге продолжается третий месяц. Пока демонстранты готовились к акциям протеста, запланированным на выходные, подконтрольная коммунистическая партия Китая Global Times сообщила, что китайские власти не исключают военное вмешательство для подавления демонстраций.